Предупреждение. В этом видео есть кадры из фильмов ужасов с кровью расчленёнкой. И хотя они великолепны, кто-то может счесть их мерзкими и шокирующими. Привет, я Дез Долли, и сегодня я здесь в школе Рокки Джам, чтобы научить вас, как создавать один из основных инструментов кинопроизводства. Но, прежде чем погрузиться во всё липкое, мы вскроем вены истории гемоглобина в кинематографе. Краткая история крови в кино. Кровь проливают на экранах уже более ста лет. Имитация крови, возможно, наиболее часто используемый реквизит в кино. За это время специалисты по спецэффектам переписали рецептуру искусственной крови сотни раз. Сегодня есть дюжина рецептов такой крови. Часто в одном фильме вы видите различные способы приготовления крови. Летящая кровь, выливаемая кровь из ран, старая кровь, засухшая с мозгами, кровь, компьютерный эффект, кровь зомби, монстров, кровь из рта, из глаз и так далее и тому подобное. Что ты сделаешь? Залёшь меня кровью? Часто это просто вопрос эстетических предпочтений режиссёра. Считается, что мастер саспенса Альфред Хичкок первым использовал шоколадный сироп как заменитель крови в знаменитой сцене «В душе в психо». Но на самом деле многие режиссёры прибегали к шоколадному сиропу ещё в чёрно-белых картинах. Такой сироп делал более ярким контраст якобы красной кровью. И разницы не замечал никто. И так было десятилетиями. С 1915-го, когда мы впервые увидели киношную кровь в нетерпимости Гриффита, и до поздних 50-х пока не было необходимости в различных рецептах красной театральной крови. Пока режиссёры военных фильмов не начали снимать в технике Лори. В 1957 году маньяки из лондонской студии «Хаммер» выпустили свой первый цветной фильм «Проклятие Франкенштейна». Бриты раскрасили город в красное целым потоком кровавых сиквелов и прочих чернушных хитов. Самые наблюдатели могли заметить, что «Хаммерская кровь» выглядела по-мультешному ярко. Режиссёр эксплуатационного американского кино «Крёстный отец» расшленёнки Хершел Гордон Льюис знал о проблеме и нанял «Bar Friends Laboratories» для создания имитации крови более реалистичной, чем в том время. Он пролил ею весь эпохальный кровавый пир 1963 года. Такая реалистичная кровь настолько создавала ощущение вовлечённости зрителя, что теперь шлёс был открыт. Но человеком, произведшим революцию искусственной крови, был Дик Смит, нанятый новой волной режиссёров, только закончивших киношколы и ищущих реализм. Смиту поручили создать ещё более реалистичную кровь, которая бы стекала по коже и пропитывала одежду как настоящая. Даже слишком настоящая. Когда в Американской ассоциации кинокомпании посмотрели первую версию кровавой бани кульминации таксиста, ему присадили рейтинг «Х». Режиссёр Мартин Скорсезе даже снизил накал кульминации, чтобы изменить такой рейтинг. Легендарный Смит передал свой рецепт дальше таким ребятам, как Уинстон и Савини, а затем Бейкер и Боттин. И каждый совершенствовал свой способ перед тем, как передать его следующему поколению. И так далее, и так далее. Спасибо, ты такой заботливый. Купленное в магазине, сделанное дома или на компьютере, одна кровь не лучше и не хуже другой. Это лишь реквизит. Инструмент для истории, выбранный режиссёром, его артистическое и драматическое видение. Режиссёра «Французской новой волны» Жан-Люка Гадара сперва критиковали за яркую ненатуральную кровь в его фильмах. Когда ему указывали на кровавость безумного пиро, Гадар отвечал, «Это не кровь. Это просто красное». Ты в чём-то красном. Ладно, время готовить кровь. Но мне понадобится помощь. Позвольте представить моего друга Джоуи Кома. Вот и я. Вот и он. Привет, как дела? Привет, киношкола. Я тут буду помогать. Как оно? Нормально. Приготовим кровишки сегодня. А то. Короче, всё это ингредиенты. Охватим все рецептуры и не будем ограничиваться лишь одним типом крови. Крови много всякой. У многих из вас уже есть много добра, о котором вы и не знаете. Остальное можно купить в местной бакалеи. Другие ингредиенты легко найти на Амазоне. Начнём? Да, что тут у нас? Вот основа. Это светлый кукурузный сироп под названием «Каро». Начнём каждый со своей ёмкостью и навалим туда целую кварту. Так. Твоя громче моей. Теперь берём красный пищевой краситель. У нас тут большая бутылка. Думаю, столько не нужно. На нашу кварту кукурузного сиропа пойдёт пара столовых ложек красного красителя. Короче, добавим 4 ложки. И ещё раз. Тут всё приблизительно. Давай сам. Это было 4? Это было 4. Окей, 4 столовых ложки. Точно. Мы дадим все рецепты. Полегче. Это было сколько? Это 1 и 3 четверти. Да, где-то так. Опять же. Это всё приблизительно. Точность тут не нужна. Не будет два идентичных рецепта. Давай, теперь перемешай это. Так. Вот это, верите или нет, самый простой рецепт, который вы можете приготовить сами, используя 2 ингредиента. И вот у вас уже есть кровь. Это точно темнеет. Думаю, я мол налил. Нет, всё нормально. Просто добавь. А мы не должны одеть перчатки? Да, наверное, и правда должны. Ладно, а теперь скажем, вам нужно что-то менее тягучее. Нужно что-то более жидкое. Польём водичкой. То, что надо. Перемешаем. И вот у нас уже хорошая жидкая кровь. Короче, перед тем, как кровь станет густой и липкой, мы видели такое в «Кто подставил кролика Роджера», помнишь? Теперь возьмём синий пищевый краситель. Окей. Снимем крышку. Давай, добавь немного синего. Очень аккуратно. По одной капле. Перемешай. Смотри, что получается. Это типа совсем свежая кровь, как из только что перерезанной артерии кислородом голубоватая. Я добавлю чуть жёлтого в своём. Хочешь немного синего? Нет, я добавлю только жёлтого. Так выглядит кровь через несколько часов. Больше похоже на оранжеватую и желтоватую кровь. И опять же, всё зависит от того, что должна показать сцена. Это чуть лучше, чем наш розовый оттенок. Давай, подай синенькой. Типа свежая голубая кровь, да? Она всё ещё жидковата. Надо её немного загустить, да? Да-да, она ещё не готова. Она ещё не совсем правильная, так? Ага. Такая кровь тоже может пригодиться, если надо забрызгать стены. Ага. Она даёт хороший эффект разбрызгивания. И ты видишь, что она не особо смешивается с цветом ткани. Это неплохо. У нас хороший красный цвет. Но давайте загустим её немного и сделаем темнее. Тут у нас какао-порошок. Прикольная, с продуктами Бейкин Айл. Добавляем какао-порошок, перемешиваем. Как это работает? И это даст рецепту густоту и тёмный цвет. У нас тут остались густые участки кукурузного сиропа, которые надо хорошо перемешать. Неплохо. И вот у вас уже гораздо более густой, начинающий сворачивается материал. Видно сгустки. И это ещё и намного лучше на вкус, если вы решите попробовать. На вкус это как тесто для блинов. Видите, сколько сгустков. Теперь намного лучше, верно? Да, такой розовый. Свежие цвета, не такие розовые. Ага. Моя проблема, когда я первый раз использовал кровь, было, что на одежде она высыхала и становилась розовой. И уже лучше. Похоже на молоток. Она красивая, густая, липкая. И если вам надо взорвать голову в стиле сканеров... Да, намного лучше. С этим можно работать. Прикольно. Это вкусно. Попробую. Очень вкусно. Очень вкусно. Кровь из зловещих мертвецов. Теперь мертвецкая кровь. Кровь мертвецов начинается с того же базового рецепта. А затем мы добавляем растительных сливок. Окей. Так. Добавим их сюда. Это рецепт, в котором используется синий краситель, как у тебя. Думаю, они начали с красного пищевого красителя, немного с желтого. Это гораздо более темная кровь и не выглядит, как настоящая. Они к этому и не стремились. Выглядит по-мультяшному и по-идиотски. Очень мультяшная кровь. Очень густая, свекольного цвета, когда поливают ее актера. Да, точно. Отлично липнет к стенам. И еще раз. Это здорово, если вам не нужен реализм. Повторяю, оно красное, не как кровь. Это реквизит, инструмент рассказчика. Теперь перейдем к йогурту. Йогуртовая кровь. Ты смотрел чужих? Да. Берем йогурт. Крупу из крахмала. Немного молока. Перемешиваем, ага. Перемешаем. Можно желтый, можно красный. Но у нас кровь андроида. Кровь андроида. Андроида. Я просто хотел проиллюстрировать, что не вся кровь должна быть красной. Конечно, люди кровоточат красным. Например, господин Спок зеленым. А тут у нас кровь андроида. Как в фильме Ридли Скотта. Она может быть любого цвета. Это всего лишь инструмент рассказчика. Добавим зеленый пищевый краситель, и будет кровь анапланетян. Примерно такой рецепт использовали в Тролли-2. Проверим. Во, как разбрызгивается. Это темный кукурузный сироп, который можно взять за основу. Если вам нужно что-то, опять же, труп двухнедельной давности, и вам нужна старая кровь. Вы для начала берете темный кукурузный сироп, чтобы уйти от этой яркой красноты. Ага. Так, давай-ка нальем этого. И вот оно меняется. Темный сироп дает толстую пленку. Если вам нужно что-то, чем можно намазать актера, это покроет его струбьями. Вот. Прекрасная, густая, венозная, вязкая кровь. Да, это благодаря именно темному кукурузному сиропу. Да, темный кукурузный сироп. Если вам нужно что-то густое, это то самое. Теперь я покажу вам одну последнюю вещь. Ты скажешь, что это все пачкает, что все вокруг становится красным. А теперь представь, ты студент киношколы. Ты заляпал телефон. И тебе надо залить кровью стены с твоей спальни, но ты опасаешься потерять залог за аренду. Тогда ты можешь просто добавить немного средства для мытья посуды в любой из этих рецептов и этим загустить их. И их станет легче смыть с любого материала. Одежда или стены, или что еще у вас там стало красным. Просто начните с мыла как основу вместо кукурузного сиропа. Он не будет липким, и вы не сможете набирать его в рот или мазать вокруг глаз. Но он отлично подойдет для объявки мебели паркетного пола. Это даст отличный вид, и потом смоется без проблем. То есть технически смоется только в таких местах? Точно. Да, потому что там мыло. Да, в остальных случаях не смоешь. Выглядит шикарно. Смотри опять. Выглядит классно. Как и другие рецепты, совершенно другая основа. Это нельзя набирать в рот. Итак, все эти рецепты вы видите для свежей, капающей, текучей крови. И если вам нужна засохшая, густая, свернувшаяся, похожая на реальную кровь, то это очень трудно сделать с основой из кукурузного сиропа. Но для этого есть множество продуктов в интернете. Например, вот этот. Для имитации настоящей крови. Называется Real Blood. Выглядит, как все остальные рецепты, но токсично. Нельзя, чтобы оно попадало в рот или в глаза. Продукт имеет отличный цвет. И если оставить его на время, он начнет густеть, сворачиваться, покрываться коркой, трескаться, как настоящая кровь. Итак, это Real Blood. Он не единственный. В интернете вы можете найти кучу всего. Мы дадим ссылки. На этом все по рецептам, которые вы можете сделать сами или купить онлайн. И последнее перед тем, как сворачиваться. С этим все. Поехали. Окей. Я захотел воссоздать самый знаменитый рецепт, известный режиссером и спецсам по эффектам. Рецепт, который все считают самым совершенным из когда-либо созданных. Тот, который создал дедушка спецэффектов по гриму Дик Смит. Готов? Да. Приступим. Итак, начнем с огромной емкости для смешивания. Сейчас мы повторим классический рецепт Дика Смита. И тут нужна гораздо большая точность. Мы дадим рецепт ниже. Этот рецепт, как и остальные, начнем со светлого кукурузного сиропа. Выливаем нашу основу. Это светлый, а не темный сироп. Итак, вы получили основу из кукурузного сиропа. Так? Да. Теперь вам нужен пищевой краситель в порошке. Вместо жидкого продукта, с которым Дик экспериментировал и сказал, что это влияет на прозрачность крови. Он хотел максимально приблизиться к настоящей крови. И выяснил, что лучшие результаты получаются с порошковым красителем. Его чуть сложнее найти. Мы нашли, кажется, в интернете. Берем пару унций красного красителя. Повторю, мы дадим точный рецепт ниже. Теперь немного желтого. Размешай-ка это хорошенько, Джоуи, конечно. И поскольку это полностью съедобный продукт, это значит скоропортящийся. Как и все предыдущие рецепты, которые также на пищевой основе, могут испортиться и причинить вред. Дик Смит не желал постоянно намешивать новую кровь каждый день на съемках крестного отца, изгоняющего дьявола, таксиста. И он добавил метилпарабен, консервант. Он препятствует развитию бактерий и имеет кучу других применений. Но в данном случае он не даст испортиться крови на пищевой основе. Предпоследний ингредиент – смачиватель для пленок кодек Фотофло. В нашем рецепте он обеспечивает консистенцию, как у человеческой крови. А конкретно, то, как она будет оставлять пятна на одежде. Многие из этих рецептур, которые вы видите, не обязательно оставляют пятна. Они прилипают к месту, на которое нанесены. Это добавит способности расплываться. Итак, с одной квартой сироповой основы нам нужно грубо две унции кодек Фотофло. Он не съедобен, поэтому теперь нельзя, чтобы кровь попадала в роты или глаза актеров. Сейчас хорошо размешаем. И последнее – это пара унций воды, чтобы немного разжижить. Давай, хорошенько перемешай. И мы увидим. Значит, он использовал это в таксисте? Да. Это там, где Де Ниро покрыт кровью с ног до головы. Ага. И думаю, это то, что вытекало из головы Стерлинга Хейда в крестном отце, когда его застрелили. Это тот самый рецепт. Видишь, какой насыщенный, как у свежей крови цвет. Свежие раны. Никогда раньше не делал. Просто класс. И еще раз, необходимо учитывать кинопленку. Да. Это прекрасно смотрелось на пленке Кодек и Фуджи в 70-х, но может выглядеть иначе с конкретной цифровой камерой сегодня. Надо пробовать. Как и в случае со всем прочим реквизитом при определенном освещении. Возможно, надо будет добавить желтого или синего. Смешивайте, пробуйте. Смотрите, что будет работать лучше всего. Просто отлично. Да. Выглядит действительно хорошо. Вот так. Вы можете приготовить все эти рецепты за исключением рецепта Дика Смита, для которого ингредиенты можно найти в интернете. Те гребки орешки, кто захочет воссоздать его, могут найти все на Амазоне или где-то еще. Мы дадим ссылки. Остальные ингредиенты можно найти у местной бакалеи. Все профессиональные продукты, имеющие больший срок годности, можно найти у дистрибуторов грима и спецэффектов в вашей стране. Тут у нас кровавые капсулы. Их надо раскусывать. И будет фокус. Я должен раскусить? Да, просто прокуси ее. Это просто гелиевая капсула с биоразлагаемой, нетоксичной кровью. Иногда с мятным вкусом. Немного кислая. Для зомби или вампиров, да? Так плохо? Нет, просто кислая на вкус. Кислятина. Выглядит здорово. О, лопается. Боже мой. Она ужасная. Я же сказал, кислая. Еще и горькая. На вкус дерьмо. После всего, что ты тут сказал, о да, отлично, и сразу в рот. Вот тебе и пилюля со вкусом задницы. Ужасно. На вкус точно не мята. Простите меня. Все, больше никаких огненных шаров, ребята. Рекомендую начать с чего-нибудь более приятного на вкус. Хотя могут быть разные мнения. Я бы лучше сделал из какого порошка. Ладно, как будем заканчивать? Ну, ты, наверное, скажешь это. И как же мы закончим это? Джоуи. Да, спасибо огромное, что помогал мне сегодня. Я бы не смог сделать всего этого без тебя. Да нет, смог бы. Но все равно спасибо. Это было очень весело. И еще раз скажу. Это хорошая отправная точка. Давай покрасим город в красный. Сделаем это. Веселого Хэллоуина. Веселого Хэллоуина. Перевел и озвучил Сергей Афонин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...